Всем привет, друзья! Это Рэй. Всем привет! Сегодня мы отправились в некий пансионат с довольно какой-то странной историей. Скажи, вот сегодня вот пока шли, бабуля нам сказала не идти. Ну, конечно. Ребята, с чего все началось? Я запланировал поездку в Москву, она была спонтанной, я просто подорвался и поехал. Мне пишет человек, что произошла такая ситуация в моем поселке. Не мог бы ты съездить посмотреть? Я спрашиваю, а зачем мне это надо? Ну, тут у нас есть заброшенные сооружения, заброшенный пансионат. Мне кажется, что там что-то странное. Я такой, в смысле? Он говорит, ну, в моем поселке пропала девочка. Я такой, и чего? Он говорит, ну, типа, ее не убили, ее просто не могут найти. Я скидываю Сереге координаты, Серега такой начинает чекать, смотрит и говорит, так, слушай, я вроде знаю это место. Все это может быть просто недоразумение, несчастный случай, происходило что-то странное. Бабуля нам сегодня сказала, что не идти сюда. Бабуля нам сегодня сказала, не надо туда ходить, тоже странное. Магическая ситуация с погодой. И хотя бы своими руками, глазами все потрогать, все посмотреть. Это, ну, обязательно надо. Поэтому погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Некогда популярный пансионат вот уже более 20 лет пустеет. В советские времена сюда съезжались как отдыхать, так и лечиться со всего Союза. Попасть сюда было нелегко. Как правило, в сезон пансионат был полностью забит отдыхающими. В санатории было все, чем обычно гордились. Это бани, теннисные корты, специальные лечебные ванны и другие прелести советского отдыха. Изначально пансионат не пользовался дурной славой. Был построен в срок, несчастных случаев не было. Зарплаты выдавались вовремя. Однако, чем ближе был развал Союза, тем хуже становились дела у руководства. История закрытия санаторий была абсолютно банальной. В лихие 90-е годы пансионату было экономически тяжело. Не хватало денег на его содержание. Пансионат по неподтвержденной информации принадлежал Министерству обороны и для своего времени был довольно богатым. Здесь было 6 этажей, был свой актовый зал, и на территории пансионата находился узел связи. Однако, санаторий не был бы нам интересен, если бы не одно «но». Как уже в начале ролика говорилось, моему знакомому видеоблогеру Рэю написал подписчик, что у него в поселке рядом с этим пансионатом потерялась девочка, и никто найти ее не может. Мы же решили проверить, так ли ужасен санаторий, как о нем говорят. Когда-то здесь кипела жизнь, было действительно много отдыхающих, а сейчас здесь тлен, разруха и страх. Удивительный день у нас был. Пока мы шли к пансионату, нас окликнула бабуля, которая шла нам навстречу и сказала, чтобы мы туда не ходили. Как минимум было неприятно это слышать, но раз приехали, нужно было идти в этот санаторий. Опять же, по совпадению, параллельно еще с погодой, происходило что-то очень странное. Дождь сменялся солнцем и снегом с невероятной скоростью. Я в шоке от сегодняшней погоды. Сначала было солнце, потом шел дождь, потом снег, потом сейчас идет, как вы видите, дождь со снегом. В общем, какая-то дичь сегодня происходит весь день. Мы решили пройтись по этажам санатория. Посмотреть, что осталось с периода, когда он еще работал и принимал отдыхающих. Также интересно было проверить версию, что девочка пропала именно в этом пансионате. Может, и не слухи окажутся? Куда? Причем только потолок зацепил. Он горелый, причем, видимо, не один раз. Прикиньте, что история с девочкой, это все не выдумки, и она реально потерялась. Сейчас берем и тело находим. Никаких следов нету. Ни людей, ни животных. Ни каких-то звуков. Как только я сказал, что ничего необычного в здании не происходит, так начали появляться необычные звуки. То хлопали двери, то что-нибудь неожиданно падало, то звук распространялся очень странно. Рэй, например, стоял в одной комнате, а голос его доносился, как будто бы из другой. Я думал, он там ушел. Звук как-то странно распространяется. Да, здесь очень какой-то странный звук. Я думал, что ты в соседней комнате. Ой, смотри. Ой, ты слышал? Что, на планете? То есть, ранее тут будет. То ли топнул? Да. 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 Я не знаю, как будто что-то упало, или кто-то прошел очень странное было. Но, скорее всего, просто что-то упало. Потому что сейчас я ничего не слышу больше. Такое количество непонятных звуков довело нас до того, что мы на полном серьезе уже думали, что девочка не просто там пропала, а что там была настоящая потасовка. Слушай, не могли тут, девочки, потащить? Смотрите, как будто реально его оттащили. Слушай, здесь играет, здесь играет, здесь играет, здесь так же. Здесь вот относительно, смотри, тут чуть-чуть светлее. Фух, потому что сейчас спускаемся в самый низ. Походим под... Если что, потом усилишься на микрофоне. Слушай, я тащу тебя, слышал. На этом этаже. Так ты понял, что это не капли? Ух, так сейчас спускаемся в самый низ. Походим. Тихо. Если что, потом усилишься на микрофоне. Слушай, я тащитливо слышал. Ребят, когда капают камни, они не кончаются. Они кап, кап, кап и стукаются. Мы начали спускаться. Я только начал видеть, что здесь ничего нету. Слушай, ну чувствуешь, как будто на дверь наступил. Дальше мы решили пройтись по подвалу этого пансионата. Каждый раз спускаясь туда, не знаешь, чего ждать. Тишина абсолютная. Ну? Я почему-то так сердце стучит. Тут все обостряется. Сейчас уже, наверное, пойдем. Ты слышал? Чё ты какая? Стекло разбилось. Да. Стекло разбилось, ты слышал? Может, у меня есть снайпы? В той стороне. В той? Мне показалось, что в той стороне. А тебе там? Да. Ну, мне сейчас как никогда панический страх кого-то встретить. Я прям не знаю, знаешь, какое-то шестое чувство. Сидишь, что я говорю? Куртку посмотри. Маленького размера. Да ладно. Ну? Мышь она? Ну? Так смотри, она еще вся порвана, как будто кто-то сопротивлялся. Выйдя из подвала, мы направились в бывший узел связи, который оказался немного подтоплен. Ага. И причем хорошо так мохро. Ты промочился? Ну, пока не особо. Слушай, здесь можно пройти. Ё-моё. Как тут страшно, обосраться можно. Я бы сюда один ни за что не пошел, Серега. Пять, десять держать. Вот реально, сейчас вообще никуда не отходим, понял? Что-то вообще не устало. Ты ты? Не, я стучал. Что-то вообще не устало. Ты ты? Не, я стучал. Что ж так страшно, я уже пять минут здесь стою. Ребят, это тринзец, я не знаю, зачем сюда пошел. Ух, тут все затоплено. Ну, согласись, были странные моменты. Их можно спокойно объяснить, но тем не менее, ну, было непонятно немножко. Был бы я один, я бы обосрался. Потому что, ну, одному ходить это просто не носил. Подводя итог, можно сказать, что она получилась как минимум необычной. Невероятное количество совпадений, которые мы встретили в этом месте, поразило и даже в каких-то местах испугало. Бабуля, которая в начале нашего пути окликнула нас, оказалась права. Пансионат действительно как будто бы кем-то проклятый, раз там происходят такие вещи. Рэй каким-то образом просрал крекеры. Я потерял крекеры, ребята. В принципе, никакой мистики сегодня мы с Ником не нашли. Ничего откровенно жесткого не было. Да, но если все сопоставить, сложить все в одну кучку, какие-то шорохи... То еще очень ужасно, это похоже. Не, ребят, безусловно, было стрёмно, было атмосферно. И все вот эти вот, можно сказать, факты, да, сводят к тому, что здесь реально страшно. Здесь есть чему бояться, мы днем были. Видосик годненький, с вас лайк, подписочка. Всем удачи, всем пока. Пока. И мы улетаем. Субтитры создавал DimaTorzok